Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Пока господин Кудрец собирается рассказать барану о проблемах, связанных с рабочим местом, приходит один из уволенных работников и кричит на барана, и баран очень злится. О чем бы вы не хотели поговорить, скажите это правильно, рабочий говорит, что вы уволили всех, кто просил оплату сверхурочных. Баран спрашивает, кто это вынул. Дилан же любит семейные фотографии с Мираном и молится, затем обнимает фотографию и ложится. Баран сердито приходит в офис Тарика и ругает его за увольнение рабочих. Он говорит, что корабей не нарушает прав людей, раз вы находитесь под этой крышей, то и поступите соответственно. Затем он оставляет Тарика с указанием, что вы восстановите в должности всех, кто был уволен из многобожия и чтобы никто больше не принимал решения без моего ведома. Дилан просыпается от звука детского плача. Он смотрит на радионяню, гадая, как она отреагирует. Дилан не может поверить голосу, доносившемуся из радиа, поэтому берет его в руку, подносит к уху и внимательно слушает голос. Миран оставляет радионяню на кровати и идет в комнату Чинара, называя его сыном. Надеясь увидеть Мирана в комнате, он входит и кричит Мирану, Миран, сын мой, но не может сдержать слез. Он понимает, что радиа просто сидит в сторонке, подносит его к уху и говорит Миран, Миран, потому что больше не слышит голоса, бросается на землю и плачет. В этот момент приходит Берон и уводит его из комнаты. Дилан сидит на кровати и тупо смотрит на радио, которое он там оставил. Пока Берон дает ему воды, чтобы успокоить, Дилан говорит, что слышит по радио плач ребенка. «Когда я сказал, что именно поэтому побежал в комнату, Берон сказал Дилану, тебе нехорошо, я ждал, пока это пройдет, но изменений нет, может нам пойти к врачу». Когда Дилан говорит, что врач не нужен, просто выйдите на улицу и подышите свежим воздухом, Берон говорит, как насчет того, чтобы пойти на пляж и прогуляться вместе, и они пойдут вместе. Он продолжает писать Акифу Берфину и задавать вопросы, чтобы узнать его поближе. Дилан и Баран держатся за руки и идут по пляжу. Когда Дилан говорит, я рад, что мы приехали, морской воздух был приятным, Берон говорит, вы прошли через трудные времена, но преодолеть всю эту боль нелегко, она очень тяжелая. Любой, кто нуждается в помощи в такие времена, пожалуйста, не упрямьтесь, было бы полезно обратиться к врачу. Но Дилан говорит, что он не врач и не может быть для него лекарством. Когда Берон говорит, я волнуюсь за тебя, Дилан говорит, тебе ни о чем беспокоиться, я совсем не врач, и они обнимают друг друга. Берфин постоянно хочет написать Акифу и теперь начинает разговор. Мисс Азадия, пока все сидят за столом, я хочу вам кое-что сказать. Это я заставила Хасар покинуть особняк. Из-за меня она потеряла дом и порядок. Цена за мою ошибку. Я не знаю, как ты жил все это время, но очевидно, что ты много страдал. Человек странный и беззащитный вдали от дома. В то время я думал, что виноват я за слезы и за то, что я защищал свою семью, но иногда люди причиняют себе самый большой вред. Когда он признался, что тот, кто сказал, я не могу ошибаться, был тем, кто ошибался больше всего, и сказал, я только что осознала ошибки, которые совершила, и очень сожалею об этом, не смогла сдержать слез Берфин. Он говорит, я знаю, что нет лекарства от того, что произошло и что случилось, но если можешь, прости меня и прости. Госпожа Тарик и Хаджер недовольны этим разговором и не дают никаких комментариев. Когда госпожа Азади выходит из-за стола, Берон и Берфин смотрят ей вслед. В то время как Баран говорит, мы не знали о том, что сделала моя бабушка, я не знаю, что сказать, мне очень жаль, говорит господин Кудрет, моя мать в свое время совершила большие ошибки, но она не может вернить и время, но моя просьба к вам, дать ей шанс наверстать упущенное, потому что каждый заслуживает второго шанса. После этой речи Тарик молча выходит из-за стола, а затем Берфин встает и желает приятного аппетита. Берон говорит Гэже Хасибе, что вы можете убрать со стола, и встает, не паёв. Когда Баран расстраивается, расстраивается и винит себя в том, через что им пришлось пройти, Дилан говорит, что это не твоя вина, и Азаде Ханым, признающая свою ошибку и прося прощения, не залечит рану, но, возможно, это будет бальзамом. Когда дверь Чинара открывается, когда он лежит на кровати, он думает, что это Дилан, и зовет Дилана, но прибыла госпожа Хаджер и угрожает Барану и Дилану, говоря, вы доверяете Дилану. Вы должны нарушить свое слово и посмотреть, как я могу запереть тебя на складе. Чинар пугается и говорит, ладно, папа, мама. Баран и Дилан заходят в свою комнату и говорят, давай увидимся с Чинаром перед сном. Они находят госпожу Чинар Хаджер, сидящий на кровати и плачущий от страха. Когда Дилан спрашивает, что-то случилось? Ты выглядишь грустным, Чинар не говорит, не делай этого, но давай поговорим. Когда Чинар покрывает голову, Дилан говорит, ты можешь расстроиться, потому что ты намочился в постель, это нормально, каждый ребенок твоего возраста делает это, давай, Чинар, давай тебя переоденем. Чинар открывает крышку и качает головой. Дилан переодевается, а Чинар обнимает Дилана и Барана, и они все выглядят очень счастливыми. Дилан укладывает Чинара спать и накрывает его. Тукба задает Берфину вопросы об Акифе и пытается понять, интересуется ли он Берфином. Когда я говорю, что Дилан Чинар продолжает прыгать во сне, как будто есть проблема, она не чувствует себя в безопасности, хорошо, что мы проверили перед сном, Баран говорит, что да, возможно, ей снились кошмары. Дилан очень милый и невинный ребенок, я чувствую себя очень близким к нему, говорит она, кладет голову на грудь Барана и засыпает там. Утром Беран ласкает волосы Дилан и будет ее. Он сообщает ей, что у него встреча с Акифом и говорит, иди спать, отдыхай, у тебя была бессонная ночь. Когда Акиф сообщает Барану, что компания заключила новое соглашение с очень крупной компанией, Баран просит его провести расследование, говоря, что нельзя вести дела с кем попало. Тем временем, пока Берфин проходил мимо, Баран позвал Берфина и сказал, Акиф пойдет и оставит тебя в покое. Берфин продолжает идти, говоря, я пойду, спасибо. Пока Дилан спит, Джейда приходит в его комнату, разряжает ножницами ботинки и одеялами Рана, оставляет их на нем, вкладывает ножницы ему в руку и уходит. Когда Дилан просыпается и видит ножницы в ее руке и то, что на ней надето, она кричит, и Берон немедленно бежит к ней. Когда Дилан Берон говорит, что я сделал. Я отрезал Миран одежду, но ничего из нее не помню. Ты был прав, мне совсем нехорошо, пойдем к врачу, Берон обнимает ее и пытается ее успокоить. Когда Дилан и Берон собираются покинуть особняк, Азади видит их и говорит, что Дилан плохо выглядит и спрашивает, что случилось. Дилан говорит, что мы собираемся к психиатру, мисс Азади, я совсем плохо себя чувствую. Тем временем Джейда слушает их и говорит, что я должен сообщить хорошие новости своей матери. Пока Чинар рисует себя в парке вместе с Бараном и Диланом у бассейна, когда приходит Тарик и спрашивает, я ли это, Чинар от страха бросает карандаш. Затем он спрашивает Чинара, почему ты меня не рисуешь. Чинар говорит, что ты никогда не водил меня в парк. Когда Тарик просит, пойдем сейчас, и мы расскажем твоей матери тоже, Джейда говорит, пойдем в парк или насладимся парком всей семьей и оставляет их, чтобы я мог присмотреть за Гэжой Хасиби. Он приходит к госпоже Хаджер и говорит, мама, мы добились своей цели, мы наконец-то свели Дилана с ума, он пойдет к психиатру. Госпожа Хаджер говорит, что мы продолжим, пока они не выйдут из особняка, мы не уйдем сразу, когда они придут, наш порядок будет нарушен. Когда Дилан приходит от врача, они все сидят в гостиной и рассказывают, как прошла встреча. Пока госпожа Хаджер разговаривает с Диланом так, как будто поддерживает его, Джейда говорит, надеюсь, он скоро поправится. Госпожа Азади и господин Кудрет говорят, что Дилан очень силен, и это тоже пройдет. Когда Дилан показывает, что он принял лекарство, госпожа Азади звонит Гэже Хасиби и просит ее передать их ей и передать Дилану, когда придет время. Когда Дилан и Баран выходят в сад подышать свежим воздухом, к ним приходит Чинар и спрашивает Дилана, болен ли он, Дилан говорит, что да, это немного похоже на это, но это пройдет, не волнуйтесь. Чинар так счастлив, что говорит Дилану и Барану, знаете, я иду в парк. Когда Джейда говорит, мы собираемся насладиться парком всей семьей. Я готов, Тарик отвечает, что у него срочная работа, и он не может приехать и просит ее отвезти его. Несмотря на то, что Джейда много ворчит, она соглашается отвезти Чинара в парк. Бэрон и Дилан говорят друг другу, что боятся услышать от врача что-нибудь похуже. Когда Дилан говорит Бэрон, что она представляет собой большую проблему, Баран злится на нее и предупреждает, твое бремя не будет слишком тяжелым для меня, не говори таких вещей больше. Господин Кудрет очень благодарит Чинара, когда дарит ему игрушку, которую он сделал своими руками. Дилан и Баран видят, что Чинар недоволен, приходят к нему и спрашивают, что Чинар объясняет, что он был занят походом в парк со своим отцом. Когда Баран говорит, что иногда у нас, взрослых, могут быть другие дела, Чинар говорит, что его заберет мать. Когда Дилан говорит, как хорошо, что ты идешь со своей матерью, Чинар вспоминает времена, когда Джейда ругала и приставала к нему. Он получает известие о том, что Тарик заключил сделку с холдинговой компанией, которая не нравится Барану, и просит Дилана перейти в компанию. Госпожа Джейда и Хаджер меняются местами с лекарствами Дилана и лекарствами Хасана, когда никого нет на кухне. Уходя оттуда, они встретили Дилана, и Джейда спросила, мы пойдем в парк с Чинаром, ты тоже можешь пойти. Дилан сначала отказывается, потому что устал, но потом вспоминает, что Чинар расстроен вместо того, чтобы пойти с матерью, и говорит, позволь мне тоже прийти, мне будет полезно подышать свежим воздухом. Он просит Гэжу Хасиби приготовить ему лекарства, чтобы взять с собой. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.